Самосожаление. 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 Питие. Своей питие. Потому что мы должны питие человека, который страдает, но не должны питие на себе. Да. Мы должны на самом деле сожалеть, что другой человек находится в сложном положении а не о себе. Потому что это чувство самосожаления очень быстро заставляет вас уставать. Например, если я чувствую, что я так много работаю, если вы думаете, «О, я так много работаю». В момент, когда вы почувствуете то ваша энергия сразу блокируется. Потому что вы думаете, не работаете. они работают, не действуют. Если вы будете тренировать свою то вы знаете искусство то что не блокируется. Тогда вы научитесь искусству поведения ума таким образом, чтобы вы не блокировались. Когда вы делаете journey, вы не устаетесь по физическому путешествию. Потому что Потому что в путешествии вы устаете не от физических передвижений, а от ума, потому что он устал уже. Потому что ума всегда интересуется всем, увлекается. Например, я здесь, и сегодня у меня есть все работы, чтобы изучить и все это. И если я начну думать, то я должен быть в Касадар на 7-й. И в какой момент я должен начать. И если я могу прийти в час или нет. Ну, в аэропорт. Если будет пробка, то что случится? Думаю, если они не дадут воду, то что случится? Таким образом, ума начинается, а потом я чувствую себя устал. Я чувствую себя устал. Потому что правильная действия – чтобы планировать свою путешествию, и оставить спокойно. Вы должны делать то, что вы должны делать сейчас. Что вы должны думать, что вы должны делать после того, как вы должны делать. Это абсолютно. Ну, то, что вы должны делать. вы должны сделать свой… Задезервировать. Задезервировать билет. И делать то, что вы должны делать сейчас. Там, где вы находитесь. А зачем это совершенно глупо начать беспокоиться о том, что произойдет через неделю? Тогда вы никогда не будете свежими и деятельными, если вы будете все время обо всем думать. Это потому, что мы не тренируем наш ум правильно. Это потому, что мы не тренируем наш ум правильно. Как в Индии? Это лучше? Это не в Индии, Россия или Азербайджане. Куда вы не пытаетесь следить, то в любом месте, может быть, в России, может быть, в Индии, это не имеет значение. Я говорю, может, в Индии люди получше, как бы, с этим у них? Он говорит, что нет, никакого значения не имеет. Потому что человеческая природа, она везде. Хоть нахуй. Как? Я чувствую, что в Индии люди более расслаблены. Думаю, что не совсем. Не очень так. Нет. Не все. Мы все. Когда вы продолжаете тренировку, то все. Если вы потеряете тренировку, то все. Когда вы находитесь в потоке движения своего, тогда да. Но если вы что-то там теряете по пути, то... Вы видите, стиль жизни в Индии сейчас очень сильно меняется. Это больше измельчение в Восточном стиле, особенно из Америки. в Восточном стиле. Да. Поэтому большинство Индусов сейчас сейчас заняты, не активны. Вы думаете, что все Индусы следуют учению Бхагавад-гитвы? Они могут служить Кришне как Богу, но не следовать Его наставлениям. Вы можете сказать, что все христиане следуют учению Христа? Можете ли Вы сказать, что все христиане следуют учению Христа? То же самое. Человеческая природа одинаковая везде. Давайте дальше пойдем. Удерживание ума в легком состоянии – это одна вещь. И потом, прогрессивное и конкурсивное думание. Возвращение должно быть прогрессивным. Позитивным. И еще одна важная вещь – это ментальное молчание. Практиковать тишину ума. Если Вы хотите практиковать физическую тишину, то это произойдет много проблем. Если Вы вдруг решите практиковать молчание, но не будете практиковать тишину ума, то это может вызвать много проблем. Потому что существует много практик, включающих пост, молчание. Таким образом, пост – это хорошо. Но как это должно быть, если Вы перестанете есть еду физически, а Ваш ум будет все время думать об этой еде. Таким образом, в плане, в плане, что Ваш ум будет больше на коврик, и Вы переходите к этому силе, и Вы резательно заставляете тела организму. Таким образом, о том, что заставить его голодать, это будет разрушение. Потому что много людей, и они хотят практиковать салон, они говорят, что один день в неделю я не буду разговаривать. Таким образом, вы можете остановить свою речь, но свой ум вы не останавливаете. Например, в тот день, когда вы решили побыть в молчании, и в тот же день, когда человек пришел к вам, который вы давно не видели. Он пришел забрать, что вы ему не заплатили, он пришел забрать. Таким образом, вы выяснили, что вы не говорите в тот день. Таким образом, как будет ваша состояние? Или, например, придет человек, которому вы одолжили денег, он придет вам их вернуть. Потому что за некоторое время он исчез. И вдруг он появился. Таким образом, вы должны забрать его. И он взял у вас деньги, ему дали деньги, и он исчез на какое-то время набительное. И тут он вдруг появился перед вами. Вам нужно как бы быстро... Не чтобы вернуть деньги появился. А он вдруг появился, и первое, что ты хочешь, его схватить. Где мои деньги? Вы должны сохранять тишину, молчание. Но ваш ум в этот момент точно не будет в молчании. Ваш ум будет вовремя на человека, потому что этот человек, за некоторое время, не будет понимать себя. Потому что его не было долгое время. Поэтому, то, что нужно практиковать, это ментальная тишина. Ментальная тишина помогает вам в легком состоянии. Например, вдруг вы спросите, что вы думаете обо мне? Если вы можете точно сказать, что вы думаете, что вы думаете, тогда вы правдивы. и, otherwise, если вы не думаете, что вы думаете, это ментальная тишина. Поэтому, что вы должны практиковать, это ментальная тишина. Если вы думаете о том, то, что вы думаете о том, что вы думаете. То, что вы должны практиковать, либо ментальную тишину, либо вы должны быть способны сказать правдиво, то, что вы думаете на самом деле. либо, если уж вы думаете, то вы должны думать только то, что вы способны в любой момент сказать Он говорит, что либо нужно так сказать, либо уже тогда, если думаете, то думать можно только о том, что вы способны в какой момент сказать. Вы должны говорить правду, но в то же время вы не имеете права, чтобы нанести вред или обиду другому человеку. Это то, что говорит Ману. Вы должны говорить правду, но вы должны говорить правду в приятной манере. Но никогда не говорите неправду, чтобы сделать приятное другим. То есть, если вы хотите помочь другому человеку, то вы должны говорить правду, а не правду. Представьте себе ситуацию, в которой, если вы скажете правду, то это обидит человека. Тогда не говорите. Потому что это вызовет разрушение другому человеку. И еще одна вещь – это самоконтроль. Еще одна вещь – это самоконтроль. А можно все-таки на этом остановиться? На чем? На самоконтроле или на правде? Да, если это обидит. Так, так. 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 Это не могли быть семейного, близких отношения на В%oэтихартике. Мы хотим понимать, что это семейное и близкие отношения, на крикикартике. Если ваша права может уничтожить человека, то вы должны следить в течение всего. Ахимса может быть в первую очередь и только права? Права должна быть в порядке с Ахимса. правдивости или или нет не насилие главное или правдивость что из двух они должны быть вместе с размерами и все-таки прежде всего не носить ахимса и не любит ахимса и есть я хочу сказать вам что это говорится о правде Есть маленькая история. Таким образом, кто хочет охотить животное, он бегает, и он бегает за животным. И есть херметич, там было укрытие. So, a spiritual person, he is... So, he was meditating there and he has seen the animal running before him. So, it is like a deer, which has ran before him. And after a few minutes, the hunter came behind. And now, the animal is not seen. And this hunter came to him and asked him, please tell me, in which direction the animal has gone. Now, if he speaks truth, then the animal will be killed. If he does not speak truth, then he is practicing in truthfulness. So, untruthfulness. So, then he uses his discrimination, and then he told this hunter, one who sees cannot speak, one who speaks cannot see. and then he is saying, he can't say, he can't say, he can't say, and then he can't say. He can't say, he can't say. He can't say. He can't say. Then this hunter, knows that this hunter, he knows nothing to them for the hunter. And in life, and in family life, as well, there are such situations where when you say the truth, the person may be hurt. but if you didn't say the truth, then you will feel bad. If there is, I will tell you this also, if there is a situation, where you are speaking truth may cause damage or danger to the life of a person, to the person. So then, priority is for this, to save this person. because, I will tell you an incident. Once a lady was being chased by some evil fellows, One thing is as big I guess, a source. Yes. А it's a secret of her. Yes. Aori. I said, I will tell you all about lack of fear, aotherapy problem, a fairest place. в дом, где есть человек, очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо, очень известный человек. И она не знала, куда я деться, и она забежала в этот дом, и это то, что она не знала, куда я деться. Он объяснил ему ситуацию, и он сказал, иди спрячься в доме. И эти люди тоже пришли и спросили его об этой женщине. И тогда этот человек сказал, что он не видел вообще никакой женщины. Потому что они знали, что этот человек хорошего, он очень прямой. Они больше не задавали ему обносов и ушли. После этого он освободил эту женщину и отправил ее домой к себе. Так что здесь, он не говорил правду, но это для здоровья, чтобы спасать друг друга из опасности и опасности. Так что здесь он не получил плохое результат, что он сказал неправду. Потому что он спас эту женщину. Потому что он спас эту женщину. Потому что, я не знаю, мужик делает что-то, и он не знает, и не знает. И как избавить себя себя от того, чтобы не рассказать правду, потому что он обязательно будет услышать эту правду. И так далее. И так далее. И так далее. разыс'll be nice. We have to use the power of discrimination. Нам нужно использовать силы взлечения. Мы используем силу нашей дискриминации. Мы очень смешиваем, потому что только один секунду перед вами Васадевы говорили, что вы используете силу нашей дискриминации. Я ответил, что он уже ответил. Он сказал, что вы уже ответили, что это нужно использовать силу. Сейчас вы ответили. Итак, когда вы себя чувствуете, если ваша жизнь будет в опасности, если, например, ваша жизнь подвергается опасности, чтобы спасти свою жизнь, в этой ситуации, если вы говорите правду, если ваша жизнь в опасности, если ваша жизнь в опасности, то вы говорите правду. Тогда вы не можете не сказать правду. Таким образом, чтобы спасать свою жизнь, или спасать другую жизнь в опасности. Таким образом, в этих ситуациях, тогда вы должны решить, если вы говорите правду, если вы не хотите, если вы не хотите, если вы говорите правду, если вы хотите, если вы хотите, то вы говорите другую жизнь. Это так же хорошо, как правду. и это в целях спасения своей жизни, то вы говорите. Но также вы можете использовать искусство, как вы можете говорить, вы можете сделать искусство этого. для того, как говорить. I have it like an experience. That's why I decided to tell. Sometimes very rarely. But if I meditate, if I meditate and just imagine that not me, Laisan is speaking, but I am inside me is speaking and together with this meditation, I am telling something not nice to a person. А...